Всем привет! Вот наконец-то прошел Новый год, вы твердо решили начать новую жизнь, стремиться к красивому телу, к похудению, вы изучаете информацию о правильном питании, наверняка смотрите какие-то мотивирующие видеоролики, и вот наконец-то вы доходите до того сакрального решения, вы хотите начать ходить в тренажерный зал. Но вообще я считаю, что в вопросах похудения физическая активность играет огромную роль именно для того, чтобы не превратиться в тощую корову, или как это сейчас модно говорить, скини-фэт. Неважно, какой именно физической активностью вы будете заниматься, ходить в тренажерный зал или там скакать на конях на досуге, но так как я, например, хожу в тренажерный зал и чуть-чуть немножко где-то там что-то об этом знаю, я могу об этом рассказать, в отличие там, например, о скакании на конях. Решение ходить в зал принято, зал выбран, абонемент взят, и тут возникает вопрос, а что мне, собственно, там делать? Я помню, когда я впервые вошла в тренажерный зал, увидела огромную груду железа, с которой было просто непонятно, что делать, какие-то поручни, рукоятки. У меня, видимо, на лице отразился весь спектр моих эмоций. Ко мне тут же подбежал дежурный тренер, взял их под белые рученьки и повел меня, значит, с экскурсией по тренажерному залу. Это я к тому, что девочке абсолютно не стоит пугаться вот этих вот огромных железяк. Абсолютно в каждом тренажерном зале просто обязан находиться дежурный тренер, который обязан вам, как новичку, рассказать об основных принципах работы с тренажерами. Естественно, не стоит ждать, что во время вводного инструктажа тренер составит вам программу действия на месяц, распишет систему питания. Но не стоит потом месяцами повторять вот эту вот вводную программу. Она для этого совершенно не предназначена. Она предназначена для того, чтобы исключительно ознакомить вас с принципами действия тех или иных тренажеров. Так что, отвечая на вопрос, обязательно ли нужен тренер, я бы сказала, что тренер, конечно, нужен не обязательно, но очень желательно, чтобы он позанимался с вами хотя бы 5, лучше 10 занятий. Потому что на первых этапах хороший тренер сделает практически половину работы за вас. Во-первых, он будет для вас мотивирующим пинком. Во-вторых, он покажет вам, как работать с тренажерами, как вы должны чувствовать себя при этом, чем вы должны работать. Хороший тренер также проконсультирует вас по вопросам питания. Он расскажет вам, что есть, как есть, что есть после тренировки, что есть до тренировки, сколько пить воды. Плюс ко всему, мне кажется, это для девочек очень важно. С тренера вы чувствуете себя как под защитой какой-то, и так проще вливаться просто вот в эту атмосферу тренажерного зала, когда вас кто-то немножко опекает. Но тут встает вопрос, как выбрать хорошего тренера, потому что остальных-то полно, а вот хороших мало. Во-первых, нужно банально присмотреться к тренерам в зале, к тому, как они делают что-то со своими подопечными, как они с ними общаются, как они себя ведут во время того, как подопечные делают подход. То есть, если он там ковыряется в телефоне, в носу, чешет попу, и все делает это одновременно, пока там девочка делает подход, то, ну, это точно не вариант, мне кажется. Еще бы я, например, советовала лично подойти, пообщаться с подопечными, там, допустим, с девушками в раздевалке. Просто подойдите, спросите, как вам заниматься с этим тренером, что вы о нем думаете, есть ли какой-то результат. Кстати, о результате. На мой взгляд, лучшая рекомендация это от человека, изменение которого вам видны просто невооруженным глазом. Вот у меня случилось, например, именно так. Меня молодой человек отправил к своему тренеру, который из него такого, знаете, друщеватого мальчика сделал вполне себе такого атлетически сложенного юношу. И, кстати, я бы, например, советовала обратить внимание на то, с каким именно исходным материалом работает тренер. Мне кажется, хороший тренер, он должен грамотно разбираться во всем. И в том, как похудеть человека, и в том, как нарастить ему мышечную массу. Когда вы приходите к тренеру, он должен спросить у вас о вашем здоровье, что у вас болит, болело, о состоянии вашего давления, пониженное, повышенное, был ли сколиоз, ну вот и прочие радости жизни. Потому что это играет огромную роль в составлении программы тренировок. Плюс ко всему вы должны интересоваться во время процесса тренировок, что вы делаете и зачем вы делаете. Тренер должен отвечать вам, а не пытаться отшучиваться или отмахиваться. Потому что рано или поздно настанет тот момент, когда вам придется уйти в одиночное плавание. Лучше, конечно, в него уйти с максимальным количеством информации, полученной от тренера, от каких-то других источников. Короче, не ленитесь, спрашивайте, зачем и что вы делаете. Естественно, после месяца тренировок, после месяца соблюдения питания, вы должны увидеть результат. Естественно, глупо надеяться на то, что вы там похудеете на 20 килограмм сразу. Но если у вас вес пошел вниз, если у вас начали уходить объемы, если у вас возросли силовые показатели, это уже огромный-огромный плюс. То есть раньше, допустим, вы делали кое-как 10 подъемов на пресс, а потом через месяц понимаете, что 20 вообще вы делаете спокойно и бровью не повезя. Мне кажется, это здорово. Что делать, если тренера нет вообще? Что делать, если нет денег на тренера? Мне кажется, сейчас с этим намного проще. Потому что спорт сейчас просто на пике моды, и каждый первый просто ходит в тренажерный зал. 100% в вашем окружении есть какой-то друг, такой немножко подкачанный или который увлекается этим делом. Просто подойдите к нему и спросите. Вася, давай-ка мы с тобой договоримся. Я тебе там, значит, ящик творога или банку протеина, а ты мне немножко поможешь освоиться в тренажерном зале. Да практически 100%, что вам не откажут. Тут, знаете, есть такая загвоздка. Если с другом вы можете капризничать, там, поругаться, там, чуть губу повыпячивать, то вот с тренером такая ерунда не пройдет. Они очень хорошо и быстро вправляют мозги в нужном направлении. Ну и плюс ко всему, вы просто не позволите себе это с чужим, собственно говоря, человеком. А с другом можно бы выделываться немножко, правда же? Что делать, если у вас даже друга такого нет? Ну, мне кажется, тут напрашивается самый очевидный вывод. Вы просто приходите в зал, выбираете самого такого более-менее красивого, я имею в виду с эстетической точки зрения построения тела мужика. И аккуратненько так начинаете его просить там о какой-то помощи. Естественно, не надо сразу подходить и говорить, а давай-ка ты меня потренируешь месяцок. Нет, просто покажите мне, пожалуйста, как сделать вот это упражнение или еще что-то. Особенно, если у вас действительно в зале нет тренера, они точно не откажут. И подходите к мужчине, когда он только-только сделал подход с какой-нибудь тяжеленной штангой. Проверьте, чтобы он отдышался, пришел в себя, а уже начал более-менее так смотреть по сторонам. И тем более не надо подходить, когда он тягает штангу. Точно вас укусит, ей-богу. Ну, плюс ко всему, естественно, вы можете обращаться к интернету. Сейчас огромное количество каналов, которые направлены на то, что показывают как, где, с чем, почему нужно заниматься. Но тут есть одно большое но. Они вроде как очень подробно рассказывают. Они показывают и рассказывают о тонкостях. Но, смотрите, тут дело в том, что пока вы сами на себе это не ощутите, вы не поймете. Вы как делаете вот точно так же, как говорят люди вот в этом ролике. Но пока вам просто не покажут, как именно вы должны сделать это упражнение. То есть, насколько вы там должны поднять гантельку. Как сильно вы должны прижать локоток к талии. Что у вас ничего не должно там ходить туда-сюда. И причем вам кажется, что вы делаете правильно. Но новички, они обычно не очень хорошо владеют своим телом. Они не очень хорошо его чувствуют. Когда, допустим, не придешь, не прижмешь локоть, не покажешь просто с этим человеком, по какой траектории у него там должна идти гантеля, он этого не поймет. Так что тут такое дело двоякое. Мне кажется, вот стоит обращаться к интернету, да, как источнику получения знаний в сфере тренажерного зала, когда у вас уже есть техника. А до этого нужен человек, который вам эту технику даст. Тренер, друг, красивый мужик из зала. Неважно, лишь бы вы получили эту информацию. Кстати говоря, там в зале очень хорошо умеют устраивать личную жизнь разные девочки и мальчики. Так что если у вас этим проблемы, вперед с песней. А, плюс ко всему, не надо, пожалуйста, девочке думать, что вы вот придете такая красавица, и на вас будут дико талиться мужики. Чем хороша тренажерка, так это тем, что там каждый занят собой. На вас никто не будет смотреть дольше, чем обычно на улице это происходит. Ну, просто потому что все смотрят исключительно на себя. Как у них там мышца работает, когда они там делают подъем на бицепс, например. Так что не надо страдать эгоцентризмом. В зале вы никому нафиг не нужны. Кроме себя, конечно. На этом все. Я надеюсь, что я немножко разогнала ваши страхи посещения первого раза тренажерного зала. Ничего в этом действительно страшного нет. Вы втянетесь, и вам будет очень и очень клево. Я вам точно говорю. Потому что не клево бывает только тогда, когда ты не видишь результата. А не видим мы результата только, когда мы едим все то, что не приколочено, и тренируемся из рук вон плохо. Там с мобильным телефоном по дорожке ходим. Девочки, занимайтесь спортом. Пишите в комментариях о своих первых опытах посещения тренажерного зала. Обязательно делитесь своими советами, на что бы вы обращали внимание при выборе тренажерного зала, при выборе тренера, и вообще при поведении себя в тренажерном зале. Мне кажется, будет очень интересно и полезно всем почитать. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Всем вам идеальные фигуры, мотивации побольше и силы воли. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok